На заседании градостроительного совета архитектурное бюро «Новая земля» презентовало концепцию туристического кода для исторического центра Ульяновска. Он будет представлен на всероссийском конкурсе лучших проектов туристического кода центра города. Современный Ульяновск имеет высокий потенциал развития туризма. Сегодня туристический поток Ульяновского несколько раз ниже по сравнению с советским периодом. Однако за счет наличия туристических аттракторов, разнообразия видов туризма и расположения на Волге, город имеет потенциал для развития туристической привлекательности среди городов по Волжье. По словам помощника губернатора по архитектуре и градостроительству Ольги Мельниковой, в 2022 году Ульяновск уже подавал заявку на конкурс. Однако недостаточно проработанные визуальные решения и отсутствие четкого позиционирования не позволили войти в топ-31 городов-победителей. К работе над второй попыткой архитекторы приступили еще в мае 2022 года, когда по поручению губернатора Алексея Русских был запущен процесс разработки концепции развития центральных городских площадей Ленина, Соборной и Спланады. Здесь мы рассматриваем весь исторический город. Это исторический центр, границы которого мы приняли на уровне муниципалитетов в прошлом году. И в рамках этой территории мы планируем до насытить город единой по туристской инфраструктуре. Что это? Это мафы, это освещение фасадов, это инфостенды, это та самая туристическая навигация, которая позволяет туристу ориентироваться в незнакомом городе и его атмосфере. В заявку планируют также включить туристко-информационный центр с кафе и прокатом, совместив его с функцией городской гостиной в сквере Языковых. Арт-объекты, стереоскопы, бинокли в прошлое, замену вывесок и адресных табличек, установку урн, скамеек, туалетов, велопарковок и так далее. Обсуждение проекта шло достаточно бурно. К дискуссии подключились архитекторы. На счет, я просто хотел ребятам посоветовать, на счет тех сооружений новомодных, которые они в исторической части ставят, например, это визит-центр, где это, по-моему, бульвар Языков. В Языковском сквере, да. Есть место, например, надо посмотреть, может быть, там вот венец при повороте на бульвар-классу, вот пятиэтажный дом, вот эту дырку бы закрыть этим визит-центром. Было бы интересно, потому что там, ну, а вот саму там лезть, вот, заходить на историческую зону, так это, ну, по-моему, это не очень. Много споров у архитекторов вызвало стилевое и колористическое предложение по навигации. Попросили разработчиков рассмотреть использование более сложных цветов. Много вопросов предложений звучало по расширению границ исторического центра, включению в них портовой территории и решение вопроса с фуникулером. Замечания и предложения разработчиками будут учтены. А дальше задача номер один для сотрудников администрации Ульяновской и регионального агентства по туризму – упаковать заявку и направить в Минэкономразвитие Российской Федерации до 1 июля. Ирина Антонова, Анатолий Рассухин, Уллправда.ТВ Ульяновская Федерации Большой Федерации